МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире вечернее шоу «Провинция» в студии Марина Москвичева и Александра Килбаева. Сегодня в программе. Гости в студии. Дайверы о своем хобби. На дайверов, конечно, реагируют по-разному, потому что для них тоже человек с баллонами, который пускает пузыри там, довольно-таки странен. О том, чем заканчиваются встречи дайверов с акулами. Все вылезают обратно? Вылезают все. И о том, почему перед погружением лучше хорошенько выучить подводную азбуку. Ну, иногда пропутает, говорят, иногда спрашивают, как дела? Он говорит, во! А это значит, что подъем на верх. В мае весь подводный мир отмечал День водолаза. Наша программа не могла остаться в стороне. Сегодня у нас в гостях инструкторы Центра рекреационного и технического дайвинга Артем Кириллов и Павел Лапшин. Здравствуйте! Скажите, когда и при каких обстоятельствах возникла ваша организация? Сейчас вот у нас возник такое, можно сказать, такое неформальное сообщество по рекреационному и техническому дайвингу, в котором мы сейчас успешно вместе исследуем новые места. А есть филиал у вас в других городах? Есть. У нас есть филиал в городе Ульяновск, в городе Казань. И по планам открыть филиал в Нижнем Новгороде. Мы подбираемся к Москве. Далеко зашли. Я заметила, что вы пришли сегодня не одни, и принесли с собой милого крабика. Ты все-таки заметила это! Да-да, есть такой небольшой крабик. Это наш верный друг и помощник под водой. Потому что помимо того, что мы сами смотрим и исследуем подводные пространства, мы хотим это запечатлеть на долгую-долгую память. Соответственно, у нас для этого есть фотоаппараты и подводные видеокамеры. Ну а так как специальных практически видеокамер, которые работают под водой, очень мало, и не существует они, то есть подводные боксы, которые сделаны под обыкновенные камеры. И для этого используются вот такие аппараты. Соответственно, он состоит из камеры и видеосвета. Ну, это, я вам скажу, не самая, наверное, большая конструкция, бывает гораздо больше. Это для такой полупрофессиональной, наверное, любительской съемки. А вообще подводные жители как на него реагируют? За своего принимать? Ну, они вообще на дайверов-то, конечно, реагируют по-разному, потому что для них тоже человек с баллонами, который пускает пузыри там довольно-таки странные. Странные, да? Да, да, кто же так к нам пришел. А погружаетесь вы в излюбленные места дайверов или какие-то свои маршруты тоже прокладываете? У нас есть передача своя авторская, да, на пневники путешествующего дайвера. И свою первую передачу мы посвятили республике Мариэл, исследованию ее озер и прекрасной природы. И посмотрели, у нас действительно более 600 озер, там 170 рек. То есть у нас огромнейшее поле для погружения, где мы, в принципе, и обучаем и организуем. Поэтому мы очень любим погружаться в наших местах. Во-первых, это, безусловно, рядом интересно, и доступно это можно чуть ли не каждый день. А если говорить про наши озера? Я знаю, что практически все наши озера опутаны какой-то тайной. Еще в школьные годы я слышала про Савю, что там когда-то стояла церковь, она затонула, и если нырнуть поглубже, там видны купола. Оправдались ли эти легенды? Видели ли вы эти купола? Мы над этим работаем, работаем, ищем купола, ищем церкви. Ну, пока нам не удается найти. А что вообще из интересного встречалось в наших озерах, именно в Марийских? Загнали парк Марий Чедра. Зеленый ключ. Очень замечательное место. Хоть там и для дайвинга не глубоко, но мы, когда снимали передачу, я не удержался, взял камеру и подснимал. Это очень красиво. Очень красиво. Это вулканы подводные, которые выходят там. Лучки бьют. И вот действительно вулкан, фонтан. Фонтан из чистого песка, который выходит под землей. Это очень красиво. Это самое необычное было. Это одно из необычных. Каждое озеро имеет свои особенности. Интересные рельефы. У наших озер. И можно увидеть, да-да-да, можно увидеть обитателей, подводных обитателей, то есть увидеть, насколько чисты наши водоемы. Морской глаз. Вот когда мы начали исследовать морской глаз, оно было в прекрасном состоянии, была кристально чистая вода. Там мы обнаружили три огромных ели, стоят на дне 42 метров. Они длиной едят порядка 20-25 метров. Вообще глубина озера была 42 метра по дну. И на дне стоят три таких вот. Они с елками, с шишками, с иголками. И огромной высоты. Вот это одно из самых необычных явлений, которые мы встретили под водой. Потому что вот многие деревья, которые стоят, допустим, в Табашино или в других озерах, там стоят голые стволы. С опавшими елками. А это они стоят сохранившиеся. Ну, скорее всего, они были законселены, но ввиду того, что берег немножко обрушался, и, видать, это еле упали прямо туда вниз. Вообще, я так полагаю, что снаряжение это стоит очень много. Нет, давай так скажем, какое самое бюджетное снаряжение и какое оптимальное снаряжение по цене. Трубка в ванной. Это бюджетное. На самом деле, более бюджетное по приобретению снаряжения получится, если дайвер планирует погружаться в теплой воде. Естественно, это снаряжение требует меньших затрат, ну и, соответственно, по характеристикам оно более простое. Для погружения в холодных водах непосредственно в озерах средней полосы, так вот выделяю, вот по нашим озерам, допустим, требуется, конечно, подход к наряжению более серьезный и снаряжение такое более серьезное и более дорогостоящее. Я знаю, что у охотников есть определенный золотой список из пяти животных, которых они должны обязательно добыть. У дайверов есть какой-то золотой список мест, где бы они обязательно должны погрузиться. У нас все карты, где мы отмечаем, где мы были. Ставим флажочек. Такие флажочками там, да? Вот карта большая, флажочков мало там. И все хочется больше и больше, да? Ну, безусловно, излюбленные места это есть как вот, ну, это да, Красное море, оно все равно лидирует, наверное, и о доступности, и о красоте природы. Вот если брать из морей Средиземное море, тоже одно из интересных, но она, конечно, более, как говорится, своеобразная. Там есть тематическое погружение затонувших кораблей. Да, очень-очень интересно. Азия, да, Азия, Филиппины, Мальдивы, там тоже безумно интересные мальдивские пейзажи, и море, оно богато большими животными. Это большая китовая акула, там акулы молоты, там еще... И вы встречали, да? Конечно. Встречали, притом дружелюбно, без последствий друг для друга. А, кстати, если встречаешься с акулой, как вот себя вести? Потому что... Радуешься безумно, что наконец-то ее встретил. Да? В принципе, да. Если это китовая, конечно. Нет, нет, нет. На самом деле, большинство дайверов, когда приезжают на такие дайв-сайты, где видели акул, где эти акулы водятся, собственно говоря, за этим туда едут, для того, чтобы встретиться с этими замечательными животными. Акулы есть там, встретить акулу, знак это вот с акулой. А все вылезают обратно? Вылезают все. Потому что, когда я смотрела, например, передачу «Кусто», когда они погружаются в воду, видят акул, у них с собой были электрошокеры такие. Да, но они были первооткрывательными и следовательными. Безусловно, они предпринимали все меры для того, чтобы обезопасить и себя, и найти какие-то диалоги. Но в основном акулы, они довольно-таки, не скажу, что дружелюбные, но они с любопытством смотрят на дайверов, но не проявляют агрессии. Ну, как, в принципе, считают, что как-то в их меню дайверы не очень входят. Да, они не входят в полонах очень много в этом деле. И это действительно большая удача увидеть акулу. Нужно иметь железные нервы, чтобы погружаться как раз к акулам под тяжестью своих же железных нервов. А у вас есть какие-то ритуалы? Перед погружением. Особенности? Ну, есть, как сказать, все равно люди, мы все немножко, наверное, суеверные в этом отношении. Особенно, что касается пещер. Вот мы сейчас вернулись с Ардинской пещеры, к одной из самых замечательных мест. Есть такое у нас понятие, мы здороваемся с пещерой. И как-то прислушиваемся к ней. А как это происходит? Да, но если про пещеры сказать, наверное, да, есть еще такой ритуал, как мы ничего не берем, из... ничего не достаем из пещеры, ничего не вытаскиваем на поверхность, собственно говоря. То есть все, что мы можем взять, это мы можем, собственно, сделать фотографии и... То есть со дна мы тоже ничего не поднимаем? Со дна мы ничего не поднимаем. Это приметы или закон такой есть? Ну, нет. Запрещающий. Законов таких нет. Нет, но федеральные законы есть, то, что надо все-таки беречь природу. Это и законы федеральный, и человеческий, наверное, закон. А то, что касается действительно дна, потому что мы исследуем пещеры, которые недоступны простым людям, и они не обеспечиваются никакими мерами безопасности. Это не пешеходные пещеры, как Кунгурская, взять, или какие-то туристические места. И никто там по звонку не придет. И поэтому... И могут происходить вещи, которые мы не можем предусмотреть. Она живет своей жизнью. В какой момент что-то может обрушиться? Вынул камушек. В какой момент, да, что-то может, как в Глобовом Озии провалиться что-то. Это может в любой момент. И получается, что иногда даже оборудование может выйти из строя вообще непонятным причинам. Да что? Вроде все проверяешь, все проверяешь, все есть, раз что-то, раз. Начинаешь собираться. Бах! Случилось, что ты не можешь идти в пещеру. А потом оказывается какое-то логическое обоснование, что значит, ты не должен был в это время туда идти. Как это пообъяснить? Ну, не знаю. Поэтому мы все-таки прислушиваемся, да, и к пещере прислушиваем, к своему внутреннему голосу, и стараемся найти вот это правильное решение. Да, мы проще говорим, пещера не пускает. Ну, еще не пускает, значит, да. И 900 километров обратно, да, поехали. На каком уровне вот всех этих моментов дайвера обучают языку жестов? Вы ведь под водой не по рации, никак не по рации. Начиная с первого уровня, именно с курса Open Water Diver. Ага. Если что-то случилось, нужно что-то делать пока. А, вот это что это значит? Это что-то проблема. А, проблема? Да, да, это проблема. Ну, и всем известный знак окей. Да, вот это окей, окей. На самом деле, знаков очень много, очень много, очень много, и мы на самом деле выражаемся под водой только знаками. Хорошо, интересно. А как сказать, например, я наверх все, хочу пить? На самом деле, хочу пить, это не обязательно информация для напарника, да, но то, что я поднимаюсь, собственно говоря, это знак. Ну, и, соответственно, этот знак не обсуждается, поднимаются оба дайвера. Да, вот такой он, действительно, есть определенные знаки, которые не обсуждают. Это с самого первого уровня. Это как азбука для дайвера. То есть, вот, ну, иногда пропутает, говорят, иногда спрашивают, как дела? Он говорит, во! А это значит с подъема вверх, который не обсуждается. А потом спрашиваешь, ты что? А мне, говорит, так хорошо было! Мне все понравилось. Ошибка номер один. Ошибка, да. Вот, говорит, окей, все окей. И, что характерно, любой знак повторяется твоим партнерам. Любой знак. Если я говорю тебе, все окей, ты обязан сказать, что да, все окей. Если не окей, ты говоришь, что не окей. Там проблемы, проблемы. Там голова болит, нога болит. Ну, все указываешь, да. И, соответственно, да, принимаешь. Это диалог, это необходимость. Если человек тебе не отвечает, то значит, что-то с ним не в порядке. А у нас, ну, это и есть, и мы учим, что если проблема возникает у партнера, то это твоя проблема. В баллонах у вас там что, чистый кислород, да? Дышите под водой чистым кислородом? На самом деле, не чистый кислород. И дайверам, которые проходят курсы, инструкторам, на самом деле, очень режет слух такое вот название газа, который находится в баллонах. Нет, не чистый кислород. На самом деле, кислород токсичен. Он токсичен под водой. Его можно использовать с определенной глубины. И это зона технического дайвинга. В баллонах у дайверов сжатый воздух. А ваши семьи с вами путешествуют? Потому что сейчас они узнают, что вы были в Северной Америке, на Филиппинах, в Египте, в Средиземном море. Они в курсе все. Мы же в записи, да? Вырезать? Наши семьи относятся к этому очень положительно. Поддерживают. Поддерживают. В поездки выезжают с вами? Да, да, естественно. Во многих поездках, безусловно, ездят с нами. Я хотел бы поднять вопрос про школу дайвинга. Давайте расскажем о ней поподробнее, сколько человек в ней сейчас, сколько длится обучение, и как проходят выпускные в вашей школе. Ну, на самом деле, если мы сейчас говорим об основном, основополагающем, таком фундаментальном курсе Open Water Diver, обучение делится на несколько этапов. Первый этап – это теоретическая часть, которая состоит из пяти лекционных занятий продолжительностью порядка пяти-шести часов каждое занятие. Письменный экзамен. Письменный экзамен. Далее мы переходим к практической части, так называемым погружением в закрытой воде в бассейне. Там мы проводим четыре занятия продолжительностью полтора-два часа каждое. Далее переходим к открытой воде, выезжаем на водоемы или организуем вот как раз наши поездки. А со скольки и до скольки лет к вам можно прийти? С десяти лет мы можем проводить обучение. А до скольки самые возрастные ученики? Самый опытный дайвер, у нас было 72 года. Ого. Там много груза, наверное. На самом деле очень крепкий. На самом деле, да. Как таких возрастов ограничений нет. И выпускной. В конце концов, выпускной как проходит. Вот этого десятиклассника на плече под водой прокатывает. Выпускник. 72-х лет? Только нет, этот колокольчик-то он не будет звенеть. Вы, наверное, где-то подсмотрели, мы именно так и делаем. Ну, давайте оставим интригу. На этой интриге закончим нашу беседу. Кто придет к нам на курс, мы обязательно подготовим ленточку, колокольчик и все. Спасибо вам за интересную беседу. Спасибо, что к нам пришли. Я напоминаю, сегодня у нас в гостях были инструкторы Центра рекреационного и технического дайвинга Артем Кириллов и Павел Лапшин. Спасибо.